Всего несколько недель остаются до выборов, и это репортаж Джонатана Пая от Тауэрского моста. Молодец, дружище. Вот так это и делается. Всё просто, правда? Ещё раз, сколько тебе лет? Блядь, 19. Боже. Твои первые выборы дух захватывает, не так ли? За кого будешь голосовать? А, хорошо. Ты уже зарегистрировался для участия в выборах? А, ты не особо интересуешься политикой? Ну хорошо, бывает. А чем ты интересуешься? Трансформерами? Покемонами? Херов, ребёночек. Извини, но эти выборы влияют на тебя так, что ты и представить себе не можешь. А также влияют на многие вещи, которые способны осмыслить даже твой прокуренный шмалью подростковый мозг. Да, растущая безработица среди молодёжи на рынке труда, заполненном неоплачиваемыми стажировками, кишащими везучими пиздюками, которым папочка помогает платить за жильё, плата за обучение выросла втрое, никакой помощи в жилищном вопросе, если вы младше 21-го, огромное сокращение финансирования услуг для детей и молодёжи и психиатрической помощи им. Просто, блядь, замечательно. Они спокойно творят эту херню, потому что ты не утруждаешься сходить и проголосовать, блядь. Какой смысл? Они ведь все одинаковые, чёрт возьми. Да-да-да, другими словами, я ленивый несведущий еблан, которого нечего даже попросить зарегистрироваться на выборы, не то что прочитать что-нибудь, чтобы быть в курсе. И да, это пиздец как скучно. Я зарабатываю этим на жизнь. Политика — это пиздец как скучно, но это не умаляет её важности. Ты прав. Определённо ничего не изменится, если ты не придёшь. 75% молодых избирателей в возрасте 18-24 лет проголосовали за выход на референдуме, но примерно половина 18-24-летних не потрудились проголосовать. А у вас ещё хватает наглости говорить, чёртовы старики, воняющие мочой, пользуются своими демократическими правами. Так извольте в следующий раз прийти сами. На последних выборах голосовали примерно 40% всех 18-24-летних, в то время как из группы 55-65-летних явились почти 80%. Хуже всех явка среди девушек. А как же времена, когда бросались под лошадь за право проголосовать? А как же девчачья сила? Зик-зик-а! Ну, как у Spice Girls. Блядь, какой я старый. В Австралии обязательно голосовать, да? Требуется по закону. Аргумент против этого. В свободном обществе человек должен иметь право не голосовать. Но у вас же оно есть. Заходите в кабинку, рисуйте, не знаю, огромный член на бюллетене. Абсолютно законный и приемлемый поступок. Испортить свой бюллетень. Я не голосую ни за кого из вышеперечисленных. Рисуйте огромный член или там, не знаю, срущую жопу. Так как по мне, это большая вовлеченность в политику, чем если вообще не интересоваться. Но чтобы иметь возможность нарисовать срущую задницу на бюллетене, поскольку это ваше демократическое право, вам нужно зарегистрироваться на выборы. Ваша апатия — самая страшная угроза демократии и свободе, какая может быть. Тебе нужно голосовать, приятель. Тебе нужно как минимум зарегистрироваться на ебаные выборы. Стань гражданином ужасного дерьмового мира, в котором ты родился, и внеси небольшой, но важный вклад. Зарегистрируйся на выборы, зарегистрируйся, почитай что-нибудь, кроме ленты на Фейсбуке. Выбери ебаную сторону и проголосуй. Вот и дело с концом. Я не просто хожу на выборы, я превращаю свою чертову бабку. Боже. Спасибо, Крис, я нахожусь у Тауэрского моста, одного из самых значимых строений города. Продолжение следует...